Ну и какие у нас планы, партнер? Последние 9 часов перед вылетом Ник провел в непрерывной беготне, организуя переправку паучка из Дока Укса в парковочный бокс, его заправку, а также загрузку материалами и расходниками для ремонтно-технического комплекса крейсера. У него еще на обратном пути возникла идея пополнить расходники ремонтных дроидов и поставить им задачу отремонтировать все, что только возможно. Ибо исправное и готовое к использованию оборудование естественно продавалось по ценам на порядке и порядке большим, чем металлолом. Даже если оно было устаревшим и обладало не слишком большим ресурсом. В принципе, все можно было заказать, получить и загрузить безо всякой беготни в течение пару суток. Но страшила, во-первых, не хотела никому показываться на глаза и, в свою очередь, никого не видеть. И, во-вторых, страстно желала поскорее убраться со станции. Так что ник носился, как бешеная собака, для которой семь верст не крюк, разыскивая все необходимое и кляняя себя за то, что не заказал все заранее. Впрочем, раньше это казалось разумным поступком. Ну, закажет он, но поставит ему все, что надо. А хранить где? Паучок-то в ремонте. Однако, как бы там ни было, процесс поспешной погрузки, заправки, выводки в пространство был, наконец, закончен, и едва живой ник, наконец-то очутился в уже ставшей привычной и даже уже чуточку родной рубки паучка. К его удивлению, Страшила в этот раз обнаружилась не на привычном месте первого пилота, а сбоку, на месте бортмеханика. Ник покосился на нее недоуменным взглядом. «Садись», — скинула она ему по сети. «Сегодня твоя очередь выводить паучок на курс». «Э-э-э», — слегка ошеломленно начал Ник. «Насколько мне помнится осуществлять отшвартовку от терминала, имеют право только пилота с активированным, мне насрать», — коротко сообщила ему Страшила. «Сегодня это будешь делать ты. И вообще. Сегодня дама немного приболела. У нее голова кружится. Блин, и это... дыхание слабое». «Ну, может же женщина немного покапризничать. Так что давай. Прыби в кресло и рули». «А диспетчер?» «А в диспетчерах сегодня ранг», — коротко проинформировала его партнер. «Вероятно, с ее точки зрения это все объясняло. Но самому Нику эта информация не говорила абсолютно ничего. Впрочем, когда Ник занял место в пилотском кресле и запросил разрешение на маневр отшвартовки, единственной реакцией диспетчера было... «Валяй!» На этот раз до шестого мусорного поля они добрались всего за два дня. Модифицированный паучок изрядно прибавил в резвости. И все это время Ник рылся в разученных базах, прикидывая, чем и как заняться на крейсере в первую очередь, чем во вторую и на что обратить особое внимание. Вообще у него постепенно начал складываться в голове принцип построения всех этих баз. Первый и частично второй уровень можно было обозвать «обо всем понемногу». В выбранной области, конечно. Третий уже был уровнем серьезной специализации. То есть его можно было определить как кое-что серьезное в избранной области. Но поскольку обычно третий уровень баз для собственного освоения требовал предварительного разучивания массы баз в смежных областях, как правило, от трех-четырех до полудюжины, хотя и уровнем ниже, негативный эффект узкой специализации слегка смазывался. Четвертый уровень, похоже, был уровнем с самой высокой специализацией. Впрочем, для его освоения аналогичным образом требовалось изучение еще около десятка смежных баз третьего уровня, каждая из которых, в свою очередь, требовала изучения множества других баз, часть требований на которые перекрывалась, но часть – нет. Негативный эффект узкой специализации тоже почти не чувствовался. С пятого уровня специализация резко падала. А, например, база седьмого уровня в области космических кораблей вообще именовалась просто «производство, ремонт и эксплуатация внутрисистемных и межсистемных кораблей». И все. Других баз такого уровня в этой области не существовало. Стоила она около 800 миллионов лутов. И для своей активации требовала не менее чем 15-летнего общего пустотного стажа. Не говоря уж о двух дюжинах специализированных цензов. Впрочем, в рекламном объявлении, прикрепленном к этой базе, значилось, что освоившие ее могут рассчитывать на средний годовой доход от 50 до 200 миллионов лутов. То есть, даже если начать с низшей ставки, то, учитывая все – пожрать, поспать, развеяться, и регулярное повышение заработка вследствие накопления опыта и повышения вследствие этого собственной стоимости на рынке труда, лет через 8-10 вполне реально было полностью покрыть расходы на покупку этой базы и начать получать чистый доход. С другой стороны, как припомнил Ник, на земле стоимость обучения в какой-нибудь бизнес-школе также была чаще всего привязана к параметру будущей зарплаты. Во всяком случае, на Западе. Каким точно там было соотношение, Ник не помнил. Но зачем ему было интересоваться стоимостью обучения в западных МБА? Ну тоже где-то в размере нескольких годовых зарплат. Или не нескольких. И судя по тому, что стоимость обучения в этих школах вроде как достигала десятков, а то и сотен тысяч баксов, причем самые престижнейшие и дорогие из них, кроме всего прочего, существовал еще и конкурс, чуть ли не по десятку человек на место, оно того стоило. Вот и здесь, вероятно, тоже. Впрочем, обо всем, что выше четвертого уровня, Ник пока мог только догадываться. Потому что все выученные им базы пока не превышали четвертого уровня. Да и база четвертого уровня была у него единственной. Малый внутрисистемник. Все остальные были третьего. Субтитры сделал DimaTorzok